всем привет сегодня я хочу вам немножко описать сюжет и картину кращения бури все дело происходило на берегу кенцаретского озера христос после проповеди со своими геномышленниками должны были переплыть его взяли лодку он и ученики отплыли от берега погода была тихо и прекрасно в общем все было отличный христос заснул на корме лодки и они плыли но после того как он заснул поднималась великая буря как пишет матвей лука волны пили в лодку так что она уже наполнялась водой а он спал на корме его будет и говорят учитель неужели тебе нужды нет чтобы погибаем он встал и запретил ветру сказал море умолкни перестань и ветер утих и сделалась великой тишина а им сказал что так боязливы как у вас нет веры вы не верите и убоялись страхом великим и говорили между собой кто же сей что и ветер и море повинуются ему конечно в евангелиях цены утешения бури обычно толкуется аллегорически подобно тем причем которые рассказывал сам иисус вкладывая в них иносказательный смысл он спокойно спит на ванглаве то есть на месте кормшего спящий кормший спокойно отдавшийся на волю вот этот образ прежде всего поражает воображение сам христос объясняет свое поведение верой а испуг учеников маловерием бурю он утешает лишь снисходя человеческой слабостью учеников и тех испуганных грибцов что находились в других лодках раскиданных по разбушевавшемуся волю вот так написано замечательная книги но и гефсиманском саду все павловской все всем пока всем привет вот я нашел некоторые картины на эту тему смотрите пока пока до свидания а 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 Субтитры создавал DimaTorzok